Мы говорили о Наполеоне. Наполеон занимался карательными экспедициями и во многом предусхитил некоторые вещи, которые совершал Гитлер. Кстати, при Наполеоне впервые был введен вот такой всеобщий тотальный контроль. Это тоже, помните, один из признаков Антихриста. Все мы знаем, что такое трудовые книжки. Вы знаете, что трудовые книжки были введены Наполеоном, для того, чтобы все жители Франции осуществляли трудовую повинность. И трудовые книжки были нескольких типов. Значит, вы помните, были литеры, литера, буква. Под литерой А это шли те, которые особо благодежные люди, ну, высший, так сказать, инженерный состав, менеджеры и так далее. То есть те люди, на которых можно было полностью положиться, квалифицированные рабочие, они имели литеру А. Литеру Б имели те, которые более низкооплачиваемые рабочие, то есть менее квалифицированные и имеющие меньшую квалификацию. И третья группа, это малоквалифицированные рабочие для тяжелого физического труда. Они проходили под литеры С. И были рабочие без литеры. Их стали называть пролетерии. Позднее Карл Марс ввел это название пролетариат. Они не имели права иметь постоянную работу. Только они могли наниматься на один день. Пойденную работу. Если кто-то вообще не работал, то, естественно, за это следовало суд, соответствующим образом, и уже каторжные работы. Также, даже в пределах самого Парижа были введены определенные округа. Помните, говорят, округ Парижа, да? И каждому были даны документы. Без паспорта никто не имел права покинуть не только Париж, но даже предел своего округа. То есть, с одной стороны Парижа, в другой округ Парижа нельзя было проехать без паспорта. И он ввел то, что мы говорим, сейчас на паспортах прописку. Вот такие интересные вещи, которые потом, впоследствии, воспользовались. Вы знаете, что многие люди как-то действительно изобретали те вещи, которым пользовались коммунисты. Вот, например, комиссары. Когда появились первые комиссары? Первые комиссары появились в гражданской войне. Титул комиссара, да? Именно такой функции комиссара. Это были гражданские войны между севером и югом. Вообще гражданская война между севером и югом, это было нечто ужасное, спровоцированное. Да, между севером и югом Америки. Это было нечто ужасное, спровоцированное. потому что еще два-три года рабства, оно бы исчезло само по себе. И даже речь шла не в рабстве. Там была действительно политическая власть за рынки сбыта, потому что Новый Орлеан, это, вы помните, бывшая французская колония Лузитания, Лузиана, то есть Лузиана, они были связаны с Францией, им выгоднее было хлопок для обработки тем же леонским качам направлять и так далее. То есть тут не только политические вещи шли. Но война продолжалась длительное время, были огромные жертвы, и в конечном счете южане начали в массовом порядке сдаваться северянам, северяне в массовом порядке сдаваться южанам. Началась братания по всем братам, и вот чтобы этого не происходило, северяне начали посылать комиссаров. К каждому командиру был представлен политический такой комиссар, который должен был в случае, если этот командир издавал какие-то указы, не соответствующие, так сказать, линии партии. Если вы помните, демократы это была партия северян, а республиканцы это была партия южан. Это сейчас у них эти две партии. Это одно и то же. Республика и демократия, как вы знаете. Вот кто не соответствовал линии партии, и их, значит, соответствующим образом брали под трибунал. С тем, чтобы война продолжалась. И она таки продолжалась. И вы знаете, что сам Авраан Леукольн, он был казнен как диктатор. В нем были положительные и отрицательные стороны, я сейчас об этом говорить не буду. Кстати, интересно, есть определенная цикличность президентов. Каждый президент восстановился, там годы делятся на 20. В истории Америки он не заканчивал жизнь нормально. Его убивали. Да. Это интересно, такая закономерность была. И в середине 19 века для ограждения раньше была придумана колючая проволока. А первые концентрационные лагеря были придуманы во времена Англобургской войны. Англобургской войны, когда англичане воевали против буров, это потомки голландцев. И была партизанская война. И невозможно было взять в плен все население. Поэтому население буквально целыми селами, деревнями сгоняли за колючую проволоку. А впервые термин концентрационный лагерь. Ленин придумал, это когда, помните, был переворот в Кронштадте, да? Начались крестьянские войны в России, вставать крестьяне. И первое, значит, все сочувствующие, там сказано было, даже не сказано было, виновные, должны быть собраны в концентрационные лагеря. Это есть работа Ленина, где конкретно упоминается этот термин. Вы знаете, что коммунисты и фашисты, это, по сути, два разных названия одного и того же. Мы будем об этом говорить. Это два разных названия одного и того же. Разницы между коммунистами и фашистами просто, и те боролись за свою власть, и те боролись за свою власть. Те были национал-социалистами, те коммунистами. А социал-демократами, а потом коммунистами, особой разницы не было. Тухачевский, видите, следовало бы Тухачевскому. Получил он по заслугам, а? Получил по заслугам, потому что Тухачевский, когда в Тамбове занимался уничтожением крестьян, он с самолетов, с аэропланов распыляли Иприт. Иприт, газ каждонаревного действия, он был впервые применен в Первой мировой войне, возле реки Ипр. Ну, по сравнению с нашими современными отравляющими веществами, это еще не такое страшное отравляющее вещество, но тоже жертвы очень большие. Вызывает незаживающие язвы, вот, как после сильных ожогов. Кстати, действие Иприта примерно сходно с действием лучевой болезни. Там тоже образуются свободные радикалы, также при лучевом поражении. И очень много, где-то до, может быть, 60% смертных случаев, если доза достаточно велика. Так что они получили то, что заслужили и коммунисты эти. Но мы будем говорить в отношении к евреям. Итак, Наполеон и евреи. Летом 1798 года войска генерала Наполеона захватили Египет. Спустя несколько недель будущий император послал 30-тысячный корпус через Синайский полуостров, чтобы завоевать Иерусалим. 7 мая 1799 года французы взяли Яфу и направились к Акры. Именно тогда Наполеон написал воззвание к евреям Африки и Азии. И призвал их восстановить Иерусалим. Оригинал этого документа не сохранился, но существует копия. Воззвание, которое подписал главный французский генерал Наполеон и Аребе Гагарон из Иерусалима. Говорится, израильтяне, единая нация. Франция предлагает вам в это самое время вернуть землю Израилеву. При помощи поддержки нашего народа верните то, что было захвачено, и сохраните его от всех, кто на это посягает. Вот здесь такая агитка. Видите, открытка. Здесь изображен Наполеон. Он стоит, как Моисей на горе. И указывает на Солнце. Почему-то на Солнце масонский знак. Да, пирамида и какие-то знаки, чем-то похожи на СС. Это громовой знак. Знак Одина, который ССовцы привинили к себе. Вот такие вещи. Здесь стоят папа стоит. Тут стоит какой-то еврейский священник. Эдикс с крижалями и другие представители. Турки. И представители других народов. А Наполеон, видите, стоит, как Солнце праведности. А здесь уже другая монета. Это уже открытие Синедриона. Потому что Наполеон решил открыть Синедрион. Помните, Санхедрин? Высший религиозный орган евреев. И здесь уже смотрите, как изображен Наполеон. Такой скрюченный-скрюченный Моисей. И получает с крижали из рук великого Наполеона. От кого получил Моисей с крижали? От Бога. Намек понятен? Правда? Вот эта медаль. В честь открытия Санхедрина, на который Наполеон вручает. Моисею с крижали завета. И в 1799 году было получено депеши из Константинополя. Которая гласила. Бонапарт опубликовал прокламацию, в которой он приглашает всех евреев Азии и Африки стать под его знамена, чтобы восстановить Древний Иерусалим. Он вооружил уже большое число евреев, и их батальоны наступают на Алеппо. Ну, это, конечно, желаемое выдается за действительное. Но действительно, многие евреи были воодушевлены, да? И думали, что подойдет он тот самый Мессия, который поможет евреям. Ну, кстати, это были западные евреи, восточные евреи, этого не приняли. Да, Алеппо это в Сирии. 20 мая 1799 года адмирал Нельсон победил в морском сражении у Абу Кира наполеоновскую эскадру. В результате было снято осадо Акры. И Наполеон, бросив свою армию, как мы знаем, в Египте, он что, вернулся во Францию? То есть, этот поход так и не увенчался успехом. И Наполеон считал себя самого орудием в руках еврейского бога, как он говорил. Орудие в руках еврейского бога. Он создал Санхедрин. Делегаты, избранные еврейскими общинами, прибыли в Париж. Но оказывается, что там они оказались в затруднительном положении. Они были многие воспитаны в древней вере. И требовалось всегда оставаться отдельным народом, избранным богом. А теперь вдруг их спрашивали, считают ли они себя частью той нации, которой правил Наполеон. То есть, был поставлен перед ними вопрос. Считаете ли вы себя евреями, или вы считаете себя французами? Помните, что в это время еврейство раскололось? И возникло новое течение, которое стало называться как? Реформированный иудаизм. И реформированные иудеи, они уже не считали себя евреями, отделенными от всего общества. Да? Они просто говорили, мы немцы иудейского исповедания. Мы французы иудейского исповедания. И вот, когда перед ними был поставлен вопрос, некоторые евреи с удовольствием, что? Восприняли. Да, мы действительно французы, мы иудеи, но мы французы. Но другие сказали, что, извините, мы не верим, что Наполеон и есть тот самый мессия. В 1807 году в самой торжественной и пышной остановке открылся Синедрион. Значит, прибыли 71 его постоянных членов, 46 равенов и 25 мирян. Но это, вы все знаете, был хороший, красивый спектакль. Положение евреев практически не изменилось. Разве что они вышли из гетто, да? Но они все равно продолжали оставаться теми, кем они были. Одни возвели культ разума, другие возвели культ Наполеона, третьи оставались тем, кем они были. И в результате этот Санхедрин не привел к объединению евреев. А к чему? К еще большему разделению. Еще большему разделению. Восточные циадики, они видели в лице Наполеона Гога из страны Магога. А также Армилоса, сына Сатана. И еще, если вы помните, есть, упоминается в Библии, какой ангел? Ангел Бездны, Авадон или Аполеон. Аполеон. Поэтому Наполеона стали связывать с этим ангелом Аполеоном. И выступил против Наполеона, ведущий равен Раби Шнеур Залман. Раби Шнеур Залман. Который сказал восточный евреев, что Наполеон не есть истины, мессия. А лже мессия. Он говорил так, Шнеур Залман. Главари французских мятечников вначале преуспеют, но потом будут посраблены. Ибо истинный царь воздаст им. Зарубит их мечом и покорит, и погибнет Бонапарт. Когда мир успокоится и возрадуется. Вы знаете, что генерал Милорадович, слышали о таком? Он был убит в восстании 1825 года. Он сказал, если бы не евреи, мы бы не победили Наполеона. Евреи служили проводниками. Евреи помогали. Многие люди, имеющие еврейские корни. В частности, Денис Давидов. Он был потомком тех еврейских мальчиков, знаете, которые заставляли служить в царской армии, крестили. И вот Денис Давидов, когда взял город Гродно, он передал правление городу. Правление города он передал именно еврейской общине. Были удивительные случаи подвигов. Удивительные случаи подвигов. Даже один, кстати, из декабристов был еврей. А сын его был потом большим вором и авторитетом в городе Одессы. Да. И, значит, писали Николай I. Хотя он и ненавидел евреев, вы знаете. Но Николай I писал. Евреи в 1812 году отменно верны нам были. Помогали где могли с опасностью для жизни. А Милорадович написал так. Эти люди, то есть евреи, самые преданные слуги государя. Без них мы бы не победили Наполеона. И я не был бы украшен орденами за войну 1812 года. Хорошо. Теперь поговорим об исламе. Кто основателем течения ислам был? Мохаммед. Мохаммед, да? Мохаммед. Да. И само, что называется ислам? Покорность. Да? Покорность. Само ислам, а слово салам, шалам. Мир, да? Смирение или покорность. Мохаммед родился в Мекке 29 августа 570 года от Рождества Христова. Значит, родился в 570 году, умер в 633 году. Это был как раз понедельник, год слона по лунному календарю. И происходил из знаменитого племени Курыши. Курыши или Курыши. Дед его Абд-Аль-Мут-Алиб был старейшей этой племени и хранителем Каабы. Что такое Кааба? Это черный метеорит, да? Который, кстати, потом был разбит. И сейчас этот настоящий ориен, он там был потом скреплен железными полосами. Потому что видно, что во времена настоящего ислама его разбили, как идола. Но затем стало выгодно опять восстановить культ Каабы. И отец его, Абдул-Абдул-Мут-Алиб, умер, так и не увидел своего сына. Мать Мухаммеда была еврейкой. Поэтому даже среди современных ортодоксов его призвали бы кошерным евреем. Да? Удивительно. Но, конечно, в исламе об этом не говорят. Как многие христиане не знают, что Иисус тоже был евреем. Правда? Вначале занимался воспитанием его дед Абдул-Мут-Алиб, а после смерти дядя Абдул-Алиб. И вы помните, Мухаммед начинал с того, что он ходил с караванами. Да? С караванами своего отца, а затем с караванами своей жены. Потому что он в 25 лет женился на богатой вдове Хадинжи, дочери Хуэлида. Жена была на 15 лет старше своего мужа, но это не мешало им. Хадинжи стала для своего мужа не только любимой женой, но и лучшим другом, советчиком и помощником на его трудном поприще. Она родила ему детей Касема, Абдуллу, Зейнаб, Рукаю, Ун-Кульсум и Фатиму Захра. Но, к сожалению, все эти дети, кроме Фатимы, умерли в детстве. А Фатима пережила отца на 6 месяцев. После того, как Мухаммед уже достаточно разбогател, он заделся богоискательством. Но когда он ходил с караванами, вы знаете, что евреи в свободное время, да, они что делали? Изучали Тору. Какую Тору? Устную Тору, да? И поэтому Мухаммед очень много наслышался, нахлотался. Он сам не был грамотным, он был неграмотным, но зато имел хорошую память. Хотя у него иногда в памяти был сдвиг по фазе. Поэтому некоторые библейские истины у него даны искаженно. А затем он начал усиленно поститься. И в одну из значений месяца Рамадан 610 года сорокалетнему Мухаммеду на горе Хира явился некто могучий и страшный. И сам Мухаммед посчитал, что это Аханил Джабриил, да, Гавриил. Он показал ему какой-то свиток и сказал «Кара». «Кара» что означает? «Читай, провозглашай». Отсюда и возникло выражение Коран. Итак, он сказал «Читай во имя Господа твоего, который сотворил человека из устка. Читай, и Господь твой щедрейший, который научит тебя каляму, научил человека тому, чего он не знает». Ну, и якобы после этого Мухаммед прозрел и все сумел изучить, и все сумел почесть. Ну, в отличие от откровения, которые получал Моисей от Бога, мы видим, Мухаммед получил откровение от кого? От ангела. И мы не знаем, был ли это действительно Джабриил, или это был какой-то другой ангел. Я думаю, что в отношении Мухаммеда тоже у Бога был свой определенный план. Бог хотел, чтобы все вот эти языческие племена, они тоже семиты, тоже родственники Израиля, да, они были объединены под Богом Авраама, Исхака и Иакова, да? И сам Мухаммед говорил, что он провозглашает Бога, Авраама, Исхака и Иакова. И Мухаммед говорил, что нельзя никого заставлять переходить силы в веру. И многие исламисты этого не знают. Потому что если бы Бог захотел, чтобы все стали мусульманами, то, что пальцем щелкнул, и все стали бы мусульманами. Так что некоторые вещи, о которых сейчас учат, в исламе, они противоречат. Противоречат. Тому, чему учил Мухаммед. Мухаммед за течение трех лет проповедовал свои Евангелии, и только у него было несколько сторонников, ближайших родственников. Более того, он настолько уже надоел в Мекке, да, что он был вынужден покинуть Мекку. И тут еврейская община города Медина пригласила нового пророка. Некоторые приняли его, некоторые не приняли, да? И после этого он начал уже убивать тех, которые его не приняли. И мы знаем, что с самого начала ислам был воистующей религии, да? Поэтому, если вот сейчас говорят, вот, мусульмане мирные, вы знаете, что понятие джихад подразумевает непрерывную войну, хотя пока остается хотя бы один неверующий. И говорить поэтому о мирных мусульманах нельзя. Согласно исламу война есть нормальное состояние. И мир возможен только лишь временно. К сожалению, этого не понимают израильтяне и многие люди, которым приходится вести переговоры, да, с исламским миром. Они думают, что вот гуманизм, стремление к миру, они присущи всему человечеству. Зузьки. Со времен Каина всему человечеству присущи убивать своего брата. Правда? И в этом отношении ислам является особо такой вот жестокой верой. Муханед был, он не был, кстати, назван правителем, он был признан пророком. И поэтому Медина, она носила другое название, Ясриб, получила Мдинат-Нави, царство или Мдинат-Государство, да, вот Мдинат-Исраэль мы говорим, царство или государство пророка. И Мединат стала сильным мусульманским центром. В последующем его зятья и там другие родственники, они узурпировали власть, и потом возникли, значит, вот такие, одни признавали только потом, власть потомков Мухаммеда, да, то, что у Мухаммеда не было сыновей, у него были только дочери, и у него были дочери не только от первой жены, а от другой, а вот сыновей не осталось. И вот зятья узурпировали власть. Но некоторые не признавали власть потомков только Мухаммеда. И поэтому разделились на каких? Суннитов, да, помните, и шиитов. И до сих пор существует это разделение. Сунниты, если можно сказать, более цивилизованные, да, чем шииты. Шииты — это экстремисты ислама. Ну, к счастью, больше суннитов, чем шиитов. И сунниты, и шииты, они ведут посоветую между собой войну. А кто такие ваххабиты? Ваххабиты. Ну, это движение в особенности на Кавказе распространилось, да. Да, шли грузины по грузинской дороге. И видят, выходят какие-то лохматы с автоматами Калашникова. И спрашивают, кто вы такие? Они говорят, мы хобиты, ваххабиты. Ваххабиты, да. Отсюда возникло течение ваххабизма. Так вот, Мухаммед Абд Аль-Ваххаб основал его. Ваххабизм — это одно из ответвлений исламского фундаментализма. Мухаммед Абд Аль-Ваххаб жил в 18 веке. И само слово «ваххабизм» означает то, что ваххаб пытался представить ислам в чистом виде. Дело в том, что в исламе, как культ Каабы, а также поклонение пророкам было введено. И это уже как-то отодвигало единого Бога, да. И Сулеват Аб-Ваххаб в детстве изучал Коран. И не достигнув 10 лет, он уже полностью знал Коран. 12 лет он достиг зрелости. Как вы знаете, 12-13 лет, да. Бар-Митсва Абд Аль-Ваххаб жил своего сына, и после жизни Мухаммеда Абд Аль-Ваххаб, будучи вероучитель, с разрешения отца совершил паломничество в Мекку. И учителем его был некто Абдаллах имбрагим имсаев. И сказал, просил меня одна же шейх, хочешь, я покажу тебе оружие, которое приготовил Лаэль Маджма. Тот сказал, да. Он ввел меня в дом, в котором было много книг. И сказал, вот они, и мы все приготовили для нее. То есть это идеологическое оружие. Идеологическое оружие. И он поселился в Бастре и обратился с призывом вернуться к нормам истинного единобожия в исламе. На пути из Бастры в Эль-Зубайр он едва не погиб от жажды и был спасен один из жителей Эль-Зубайра. Это было в Саудовской Аравии. Впоследствии Ваххаб поселился в оазисе Хурамайла, Хураймала. И затем проповедовал там. В чем же заключается сущность проповеди Абд Аль-Ваххаба? Прежде всего, он говорил, что после пророка Мухаммеда были введены новшества. И новшества эти, согласно учению ваххабитов, самые страшные грехи. К ним отнесен распространенный в Аравии культ святых, мазолеям которым предавались атрибуты Аллаха, а также все, что противоречит принципу единобожия. По введению ваххабитов нельзя просить заступничества ни у кого, кроме Аллаха, нельзя сверх меры почитать праведников и святых или взывать к ним о помощи. Даже места, связанные с жизнью пророка Мухаммеда, не следует делать объектами почитания. Учил Ибн Абд Аль-Ваххаб. Вот такой был человек. Следующий Бахаулла. Бахаулла тоже был из ислама вышел, но он объявил себя выше ислама. Вот Бахаулла. Это был очередной претендент на пророка, который выше даже Мухаммеда. Первая телеграмма была послана Самуэлем Морзом из Вашингтона в Балтибору 24 мая 1844 года. И словами из этой телеграммы были взяты из Библии, из книг их чисел. Вот что творит Бог. И вот именно в этот день молодой пророк Баб, а Баб это означает врата, провозгласил приход новой мессии Бахауллы. В 1850 году Баб и около 20 тысяч его последователей были казнены. Но раз было объявлено о приходе мессии, то ему следовало явиться. И через 13 лет появился в Богдане некто Бахаулла, тот, о ком пророчествовал Баб. И вот приезжица Бахаизма считает, что Бахаулла продолжает ряд так называемых явителей Бога. Первый Авраам, Моисей, Будда, Зараастра, Христос и Мухаммед. Ну и сейчас они все были перед ним, а последний самый лучший – Бахаулла. И видите, в каком-то роде он стал даже вот такое вот течение экуминизма. Объединение всех религий. В Израиле храм Бахаизма даже существует под названием храм всех религий. То есть Бахаулла пытался объединить все религии. Помните, мы говорили, что когда придет лжи-мессия, что он делает? Объединит все религии. Вот это экуминическое боедвижение. И он говорил, что после Бахауллы, примерно через тысячи лет, должен прийти следующий явитель божественного откровения. То есть каждые тысячи лет приходит новый. Вначале был Христос, через тысячу лет примерно, да? Ну, через 600 лет пришел Мухаммед, да? Потом пришел в 1840-е годы Бахаулла и так далее. И сторонники его до сих пор живы. И как ни странно, это течение пытается сейчас проникнуть и в христианство, говоря, что Бог, Он един, да? И во что бы ты не верил, все равно ты веришь в кого? В Бога. И это очень тоже страшная такая экуминическая вещь. Суфизмы, суфии. Слышали про таких? Черная жемчужина, смотрели? Черная жемчужина Нила, да? Помните? Там суфии. Да, комедия, комедия. Но они ходят по огню, они глотают ножи, они колют себя, они нечувствительны к боли и так далее. Суфии – это харизмата и слава. Вот если хотите узнать, харизматическое такое движение суфизма, оно сейчас является наиболее растущим движением ислама. Вот в частности, например, во Франции. Вы знаете, что в ближайшие 10-15 лет Франция станет исламской страной, если христиане ничего не будут предпринимать. И был такой лидер суфизма Инаяд Хан. Он не был основателем суфизма. Но интересно, что этот человек – пророк через музыку и пение. 5 июля 1882 года, это уже, видите, 19 век, конец 19 века, в Индии, городе Бороди, в мусульманской семье родился мальчик. Его называли Инаятом. Отличается, Инаята был известным музыкантом. И музыка стала жизнью Инаята. Когда мальчику было 9 лет, местный магараджа за исполнение религиозных гимнов наградил его ожерельем и стипендии. С 18 лет он начал ездить с концертами по Индии. К нему приходит слава. Однажды он погрузился в молитву и пребывал в ней несколько часов. А утром услышал голос, призывающий, «Встань, человек, от глубокого сна! Ты не знаешь, что смерть стережет тебе каждую минуту! Ты не думаешь, какое время взялся дести, как длинен путь, назначенный тебе! Вставай, человек, ибо скоро уже взойдет солнце!» Понятно, что он понял, что Бог его призвал на какую-то особую работу. Инаят привыкает к суфийским кругам Хайдара Бада, занимается медитацией и часто перед внутренним взором видит лицо седобородого старца, имени которого не знает и прежде никогда не видит, наполненное внутренним светом. Однажды он спрашивает толкование этого сна, и учитель говорит, «Сон – это, вероятнее всего, символ твоего вступления в орден Чештия». А фраза, которая звучит тебе – это «Глаз истины», а лицо, очевидно, «Дух твоего Муршида или Учителя». Вот вы знаете, очень многие избирают какой-то себе дух, который говорит в нем. Помните Сократ? Был такой мудрец. Кстати, мало кто знает, что Сократ был гомосексуалистом, кроме всего прочего. И у него был такой демоний, который его постоянно что-то нашептывал. Но мы это сейчас воспринимаем как демон, да? Но вообще демонион – это означает божество. А демоний – это божество. И вот многие, в особенности Нью-Эйдж, они буквально проповедуют детям, чтобы они брали себе какого-нибудь демония. А вы знаете, что часто дети берут себе каких-то воображаемых друзей? Это вот не думайте, который там Карсон, который живет на крыше. Это вам не просто так. Это серьезно. Это какой-то дух с пропеллером, который овладевал мальчиком. Да. И вот, значит, в 1910 году он получает такое послание и начинает путешествовать с лекциями и концертами по Америке и Европе. Он заезжал в 1913 году даже в Москву. И был в Париже. И многие покорялись его чарующей музыке и пением. Но вы сами понимаете, что это было не божественное пение. Кстати, Скрябин, русский композитор, да? Я вам рассказывал о нем, да? В 1914 году Инаяд Хан познакомился со Скрябином, который был тогда на вершине своей музыкальной славы. И они несколько раз встречались. Скрябин пригласил его к себе домой. И Инаяд Хан писал о Скрябине. Я нашел в нем не только прекрасного артиста, но и мыслителя. И мистика. Он оказался мне неудовлетворенным западной музыкой, думающий, как нести нечто от восточной музыки. И Скрябин был оккультистом от музыки. И Инаяд Хан. Вот такие были деятели. Так, Хомини, Рухала, Мусави. Ну, я его оставлю. Хотя это была очень интересная личность, да? Но я немножко пропущу, а то у нас мало будет времени. Теперь коммунистические мессии. Вы знаете, что коммунизм – это тоже религия. Да. И у коммунистов тоже свои есть пророки и христы. Первый такой. Да, Мани. О, Мани, Мани. Мани. Или Манес. Манес. Жил в третьем веке нашей эры. Вот здесь его рисунок. Он прям как святой изображен. Орелом. Это уже был третий век нашей эры. Да. В это время в Персии назревала гражданская война. Древнейшие царские династии Персии перессорились между собой. Одни придерживались зороастризма. Другие уже начинали воспринимать христианство. Было еще такое зурванистское течение. Были иконоборцы. И, в общем, различные лагери. И в это время как раз объявил себя пророк Мани. Он объявил себя мессией со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он активно занялся расширением своей ереси. И принесение в нее сугубо монотеистических и пессимистических тенденций. Проповедовал смирение и целомудрие. Сам он происходил из благородной семьи. Но отец его состоял в секте Аль-Хаизиду. Это вавилонский филиал есейской общины. Некоторые говорят, что они обучали его революционной премудрости. Вот. И премудрости Христа. Помните есеи? Есеи, да. В это время они там еще в Вавилоне немножко сохранялись. И вот их учеником был Мани. И Мани предложил такой вариант. Мы отберем все мани у богатых и раздадим Мани бедным. Это у него такая была Манечка. Вы сами понимаете. Мани также считал, что есть дуалистические представления о добре и зле, свет и тьма. В это время расплодились манихейские секты по всему свету Средней Азии, от Китая до Испании. По учению Мани Манихейский канон состоялось семь учений. Один назывался Шапуракан, второе – Живое Евангелие, третье – Сокровище жизни, четвертое – Прагматея, пятая – Книга Мистерий, шестая – Книга Исполинов и последняя – Книга Письма или Кефалая, главы. Это различные сочинения Мани, которые не вошли в предыдущие. Короче говоря, он делал смесь из пророка Заратуштры, Будды и Иисуса Христа. Он говорил так, Будда символизирует Восток, Заратуштры – Иран, Иисус Христос символизирует Запад. Но самое главное учение – кого? Мое, да? Самое главное – Мое. Значит, он говорил, что Мани, или вот он сам Мани, Мани, Святой Дух и Параклет, и Учешитель, и Просветитель. Мани занимался вот такими делами, после чего с Мани была создана кожа, ее набили соломой и повесили на царских воротах. Один из последователей Мани был Маздак. Это уже типичный коммунист. Если Мани только говорил о необходимости социальных перемен, да, и о том, чтобы раздавать деньги богатых бедно, то Маздак, он что сделал? Осуществил это на практике. Он осуществил это на практике. Значит, и Маздак сначала отобрал все деньги у богатых и раздал бедным. И его царствование где-то продолжалось 15 лет, он был принцем каким-то там. И потом оказалось, что бедные все эти деньги проели. Что пришлось делать? Да, еще раз разбирать. Он ввел просто разверстки, он ввел продоналоги, он ввел коллективизацию массовую, вплоть до того, что коллективизации жен. Жены тоже объявлялись коллективной собственностью. Вся времена жена, знаете, она не считалась, в общем-то, нормальным существом, да? Но в результате все его последователи, он был казнен, и все его последователи, что? Да, были уничтожены или сосланы на север, на Кавказ. Вот, Маздак был примерно, значит, в 529 году. В 529 году принц Хасрой Нуришван, сын Кавада, повесил Маздака и его стороннику приказал живыми закопать землю. В это время экономика страны была доведена до такой степени истощения, что бедному монарху даже нечем было наградить отличившихся в боях воинам. Вы замечаете, что где приходят коммунисты и большевики, что в конце концов начинается? Голод, да? Везде, вот где приходили коммунисты, везде был голод. Приходили коммунисты власти в России, начался голод в Украине. Да, вы понимаете, что голод в Украине и Холокост это разные вещи. Голод на Украине не является геноцидом, как некоторые думают. Потому что это не было только для Украины характерно. А в Поволжье, а в Сибири, а в других местах, а там, где происходило раскулачивание, а в Казахстане. Вы знаете, в Казахстане многие казахские роды бежали в сторону китайской границы. Их вот эти чоновцы догоняли и с пулеметами расстреливали. До 30 тысяч человек было убито таким способом. Абсолютно невинных людей, с женщинами и с детьми. Вот тоже всегда происходило. А в Камбодже, Эфиопии и другие страны. Да? Хорошо. Еще у нас да, Рже-Пророк Мардыхай Карл Марс. Да? Мардыхай Леви или Карл Марс. Ну и разберем на следующем уроке. Продолжение следует...